Из всего изученного, прослушанного, наши по новостям, по вторникам, к чему я прихожу. Главная новость это то, что энергетическая система Украины по-прежнему лежит на боку и находится в стадии на грани блокаута. Суть, чтобы вы понимали, выручает нас только импорт из Беларуси. Пропускная способность двух белорусских линий составляет около 900 мегаватт-часов. Зла не держу на Володе Зеленского. На этот момент работает где-то 475 мегаватт и еще есть 19 линий с Россией. Фактически, фактически энергосистема лежит на боку. Что происходит по периметру? По периметру происходит следующее. Из 15 энергоблоков атомных станций работает 10. Когда я начал изучать вопрос, почему сейчас 10, почему не 13, как обычно работали, ничего кроме сочетания непрофессионализма плюс коррупционной составляющей бывшего и исполняющей обязанности министра топлива и энергетики я не нашел. Тем временем, вчера, вчера 1 февраля, исполнилось ровно 10 лет, когда Юрий Бойко на тот момент, министр топлива и энергетики, подписал очередную веху интеграции украинской энергетической системы в европейскую систему, которую заложил еще Леонид Данилович Кучма в далеком 2002 году. Так вот, после этого фактически была заложена основа правил, которые включали свободный рынок на территорию Украины. Именно эти правила приводят к тем диссонансам, которые существуют сегодня на рынке. Немножко загадок, поясню. На прошлой неделе было второе голосование в утверждении министра топлива и энергетики господина Витренко. Неожиданно для всех депутаты, которые представляли интересы в Раде, Рената Леонидовича Ахметова, проголосовали за. А вот депутаты, представляющие Игоря Коломойского и депутаты Голоса, проголосовали неожиданно против. Мы здесь делали брейнсторминг и пришли к такому незамысловатому выводу, что, наверное, Витренко прогарантировал ДТЭКу высокую цену на РДН, а именно 1500 гривен за мегаватт плюс. При этом эта цифра не устраивает бородатую бабушку и господина Пинчука, потому что они являются самыми большими потребителями электрической энергии. А депутаты, которые представляют интересы Ахметова, проголосовали за. Второй раз провалили голосование, и мы на этой неделе пойдем на третий заход по голосованию. Все было бы нормально. Действительно, сама позиция министра топлива и энергетики не является какой-то мега определяющей, но на самом деле поговаривают в системе, что основа это контроль над госпредприятиями, такими как Укргидроэнерго и Минатомэнерго, от которых сильно зависит энергетический баланс в том числе и ценообразование на рынке в том числе. Вторую неделю подряд газогенерирующие станции генерируют электрическую энергию по цене 2,50-2,70 за мегаватт, то есть 2,500-2,700 гривен за мегаватт. Кроме того, мы по-прежнему продолжаем импортировать белорусскую электроэнергию по цене 9 евроцентов, что в принципе гораздо выше себестоимости, и у нас в принципе возникает дыра в бюджете, которую начнут считать где-то через полгода, и скажут, а мы же вот потребили здесь. К слову сказать, у нас сейчас суточное потребление на уровне 23-24 тысячи мегаватт-часов. В принципе, если говорить о сентябре, то цифра почти 5 мегаватт, то есть мы выросли в 4 раза. Мы тут спорили между собой, сколько дает низкая температура, а сколько дают майнеры. Мои друзья сказали, что это, наверное, 400-600 мегаватт в сутки. Я склоняюсь к тому, что эта цифра большая. И что на 1000 мегаватт растет через 2 дня потребление электрической энергии после похолодания на каждых 5 градусов. Но в силу того, что холода уже прошли, осталось просто 5 градусов по сравнению с прошлым годом, Короче, мы будем считать и исследовать эту цифру, но в целом, повторюсь еще раз, у нас система лежит на грани отключения. Если вдруг белорусы перекроют нам кислород, то мы будем вынуждены веерно отключать по регионам электрическую энергию и, собственно, экономить физически вот так. Почему я говорил о истории с 10-летней давностью? Потому что именно вот то 10 лет назад подписание угоды про проединение до европейской энергетической системы, оно стало основой образования того свободного рынка торговли, который есть сейчас. Которая вскрывает эти все истории и позволяет считать структуру электрической энергии, добычи, потребления и вообще думать на эту тему, чтобы все в конце года не закрывать какой-то цифры из бюджета, типа там потребили на 10 или 20 миллиардов, закрыли и забыли. И все сказали, все, больше не считаем. Есть у нас льготники, те, те, те и так далее. В целом, для меня непонятным является, почему до сих пор мы не интегрировались в европейскую систему, несмотря на то, что все документы по этому поводу были подписаны еще в 15-16 году. Каждый год откладывается. И могу сказать только одно, что бабло побеждает все. И зло, и добро, и святого духа. Аминь. Когда есть интересы, вся эта история, она не складывается. Вышло такие постановления с небольшими корректировками об ипотеке, которую я вам комментировал в прошлый раз. Общие параметры. Жилье, которое можно прокредитовать под этой программой, не должно быть старше трех лет. То есть оно должно быть построено не позже 2017 года. Оно предусматривает 15-ти процентный аванс. Максимальная сумма кредита должна составлять не более 2 миллионов гривен. И совокупный доход семьи не должен превышать пятикратный размер среднего дохода на душу населения в этой области. Например, если это Киев, то, соответственно, у нас получается вилка попадающих в тех, кого можно прикредитовать. Это семьи с доходами от 40 до 50 тысяч. Верхняя планка ограничивает, потому что за них фактически будет платить государство. Это льготники. И, соответственно, они должны понимать, что это те люди, которым это надо. Соответственно, это получается, что если по Киеву средняя зарплата 11 тысяч гривен, то, соответственно, получается это 55 тысяч гривен на кону. С другой стороны, что если мы говорим о 20-ти годах ипотеки под ставку УИРТ плюс 4,5 в случае, если это вторичка, и УИРТ плюс 7, если это первичка, УИРТ это средневзвешенная процентная депозитная ставка по годичным депозитам среди топ-10 самых больших банков. Так вот, этот УИРТ сегодня составляет 8,4. Соответственно, если мы говорим о вторичке, то максимальная ставка кредитования 12,9. Если говорим о первичке, которая не введена в эксплуатацию, то это получается 15,4. Так вот, если мы берем 2 миллиона гривен сумму кредита, умножаем это на 12,9, то, в принципе, у нас на обслуживание кредита будет уходить в семье где-то около 20 тысяч гривен. Соответственно, если банк будет рассчитывать, что семья не должна тратить больше, чем 50% на обслуживание кредита, то минимальный доход семьи должен составлять 40 тысяч гривен. Соответственно, понимаете, вилочка 40-55. Больше нельзя, потому что слишком богатые. Меньше нельзя, потому что нельзя, нечем будет платить. Еще один маленький нюанс, что, в принципе, наверное, хорошо, это то, что государство берет гарантию за 50% такого вот портфеля в случае дефолта со стороны государства. О чем идет речь? Что если такой вот заемщик не перестает гасить кредит, потому что, например, потерял работу, или что-то с ним случилось, и умер кормилец от коронавируса, или просто передумал и сказал, что я не могу, потому что у меня родились новые дети и так далее, увеличились расходы, в таком случае государство гарантирует банкам возврат этого кредита. Интересно, да? Рожкова, это зампред Нацбанка, сказала, что, наверное, по этой программе будет рост портфеля на уровне 400 миллионов. Возможно, в мой прогноз, за год, если миллиард выдадут, по всей системе будет хорошо. Буду рекомендовать, рекомендовать стоя. Так вот, прогноз Рожкова, это 5 миллиардов, в мой прогноз, не больше миллиарда. Посмотрим через год. Президент Владимир Зеленский издал указ номер 29 дробь 2021 о том, чтобы на компанию Sky Reason, Sky Reason, помните, это инвестор Мотор Сич, наложить санкции со стороны государства, запретить отчуждать имущество, что-либо делать с имуществом. То есть, они взяли и заблокировали сделку по Мотор Сичи указом президента. Это, конечно, не исключает европейских арбитражей на эту тему и так далее, но мы совсем недавно дискутировали на тему, какая же будет развязка этой всей истории. Предположим, что действительно, американцы настояли на том, чтобы не давать возможность китайцам купить технологии из Мотор Сичи, за которые они уже заплатили почти миллиард долларов. А акционеры Мотор Сичи, которые продали свои пакеты, сидят себе в Испании, отдыхают на законных основаниях, на Канарских островах и наблюдают за всем эдемидиатизмом со стороны и думают, какие же все-таки идиоты в этой Украине живут, а, кстати, капитал вывели туда. Так вот, если, возвращаясь назад, наложили арест, запретили отчуждение и фактически блокировали сделку. Мне бы очень, конечно, хотелось обсудить эту историю с Александром Ярославским. Я пробую с ним связаться, но пока безуспешно. Тем временем, тем временем, Национальный банк посчитал, что что же нам дало великое строительство дорог с точки зрения ВВП. Так вот, эта цифра составила аж полтора процента от ВВП. Все, что мы строили дороги, дало нам полтора процента роста ВВП. Много или мало, я не знаю, но я, честно говоря, внутри ожидал, что будет больше. Хотя бы 3-4 процента. И, наконец, десертная новость. Все американское сообщество, связанное с ценными бумагами, сокрушено историей по поводу компании GameStop. Там развернулась интересная история о том, что как один чувак, который в марте или в апреле купил небольшой пакет этих акций, когда большие фонды начали укорачивать позицию по этому шортить, шортить акции этой компании, он вышел и сказал, а ну-ка, ребята, компания GameStop, кстати, продает там всякие игровых приставок. И он обратился к ребятам, которые являются потребителями, потому что, дескать, сейчас они завалят компанию, мы останемся без игровых приставок. В минуту, буквально на глазах, акции компании взлетели. Они были хедлайнерами всего американского рынка ценных бумаг и даже обогнали по хайпу компанию Tesla. Если вам интересна эта история, я ее более подробно расскажу в следующем выпуске. Пока хочу, чтобы вы писали об этом в комментариях, что вы думаете по этому поводу. В целом могу сказать, что эта история, она мне дает понимание, что сегодня опинион-лидеры настолько сильно увеличили свое влияние, в том числе на рынок капиталов, что, честно говоря, заставляет задуматься американских регуляторов рынка ценных бумаг, что уже говорить про украинский рынок. И мне крайне интересно, что вы думаете по этому поводу. Поэтому пишите в комментариях, ставьте палец, так или так, или как угодно. У нас впереди абсолютно много новой информации. Я был рад провести этих 20 минут вместе с вами. Что-то еще хотел вам сказать. Приходите на воскресный бег, если вы хотите начинать бегать. Мы собираемся каждое воскресенье в 10 часов в Spaces, это на Майдане Незалежности, 2. Это в 100 метрах от выхода из метро Майдан Незалежности. Нас огромная банда, мы бежим еле-еле по 5 с огромным хвостом. Всего час, полчаса в одну сторону, полчаса в другую. Я знаю, что многие ребята, которые с нами бегут, бегут каждый раз по Personal Best. Это значит, что они пробегают наиболее длинное расстояние, наиболее быстрое расстояние. Тем не менее, это хороший повод начать свою спортивную карьеру. Увидеть, что там бегают точно такие же люди, как и вы. А потом мы пьем чай и обсуждаем всякую всячину. Вот в последний раз мы обсуждали нашу с Валей новую книгу «Семья 21 века». Или проектный менеджмент в построении семьи. Я подписал несколько книг и был очень доволен обратной связи, которую получил по этому поводу. Ставим палец, переходим по ссылке в описании и заказываем книгу. Так, 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 так.